здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала вы на канале на кухню любами вы на канале у нас коле сегодня в гостях на нашей кухне коля ты с нами но куда я денусь ну конечно я хочу вам сказать куда он денется сегодня у нас опять как блюдо с мясом куда же он денется от нас правда сегодня я приготовлю такие знаете интригующие вкусняшки не вкусняшки а сытный такой завтрак или ужин у нас это очень любят особенно в летнее время очень вкусное полезное и витаминов очень много потому смотрите что для этого понадобится ассортимент они очень большой но в принципе есть что показать значит первым домом хочу сказать что я отварила капусту пол килограмма капусты я нарезала знаете так вот ну перерезала качан и так порезала произвольно два пальца вода закипела чуть-чуть присолила совсем слегка и до давила бросила капусту давила до кипения и варила 10 минут если у вас капуста старая проварите немножечко больше должна быть мягенькая вот я ее проварила потом кинула на дуршлаг она стекла хорошенько придавила чтобы воды не осталось и нарезала вот таким вот видите обрести внимание что воды нет видите вот там влага немножечко досточки воды не должно быть потому что я хорошенько ее отжала так сказать значит еще понадобится конечно же куриное филе тоже нарезано маленьким таким меленьким кубиком пол килограмма очень легко запомнить пол килограмма капусты пол килограмма филе это самые главные ингредиенты потом мы сюда обязательно добавим манку 4 столовые ложки вот она уже отмерено обязательно морковь на крупную терку обжаривать не буду просто вот так ее натерла и все крупненькая морковь и лук вот он лук нарезала тоже меленько вот он смотрите мелко нарезанный лучок тоже ничего не обжаривается не переживайте кто первый раз готовит что будет горько ничего не горько при тепловой обработке лук теряет свою горечь потому вот еще понадобится сюда 3 яйца 2 столовые ложечки вот сметанка ну я все буду еще показывать и перепишем соль и чайная ложка соль вы бросаете по своему вкусу я бросаю на это все чайную ложечку такой даже немножко с горкой 2-3 зубочка чеснока измельчила мелко чеснок опять говорю вам 2-3 потому что как вы любите во-первых а во-вторых зубочки бывают разные может ваш маленькие зубочки пойдет и 5 чтобы это было ароматно и вкусно и по вот оно все и пол чайной ложечки перца острый перчик молотый черный все чтобы нам понадобится сейчас я буду потихонечку подвинуть возьму миску мою вот и будем все вот эти ингредиенты соединять начнем конечно же с капусточки высыпаем миску все готово останется только видите воды нет есть влажная вот досточка но вода не бежит это очень важно чтобы потом фарш ваш не оказался мокрым жидким лучше еще раз можете как если вдруг у вас такая знаете сочная будет придавить и опять отожмите что фарш не был сильно жидкий все это нам не надо дальше куриное филе сюда же ну короче хочу сказать сейчас все ингредиенты вот добавлю и все вам расскажу потом покажу потому как всегда дорогие ждем так смотрите вот так все перемешала обратите внимание какая красота получилась смотрите немножечко как будто бы так есть жидкость но мы сейчас дадим минут 15 постоять манки набухнуть вдруг жидкость останется ну жидковатая да будет вы не переживайте ну как будто бы не сильно жидко но мало ли что не волнуйтесь добавляйте по чуть-чуть по как поступово говорят по чуть-чуть манки подкинули положите пол столовой ложечки перемешали еще муку не добавляйте не стоит больше ничего не надо вот именно манку если уж мы связались с манкой и еще одну я добавила сюда повторюсь может быть я не говорила две столовые ложки сметаны такие чуть-чуть горкой майонеза кто будет спрашивать не стоит девочки не надо я думаю что он сюда он жирный он не пойдет вот мы сделаем очень вкусное такое даже знаете немножко так полезное и как правильное питание будет у нас понял коля потому пожалуйста муж все мужчины должны знать не молчать когда жена вкусно приготовила ему лучше жрать если не вкусно ну короче дорогие мои встретимся через 15 минут потому что итак смотрите вот такая вот масса получилась видите мне пришлось добавить постояла наверное минут 10 я смотрю водичка так собирается и добавила еще добавила еще одну столовую ложечку манки и того получается 5 столовых ложек но пока 4 имейте ввиду 4 а потом смотрите выкладывать будем это все ложкой я взяла такую ложечку поглубже значит налила растительной масла масла масло масла ну совсем немного так шутка знаете было аж плавали а так скромно сейчас разогреться и будем выкладывать потому еще немножечко подождем и так смотрите я уже один выложила берем аккуратненько и выкладываем на сковородочку делаем форму какая вам нравится значит огонь будем делать меньше среднего и за крышку и обязательно буду переворачивать перевернуть все покажем потолок всегда ждем так смотрите обжаривала где-то минут пять да поля наверное вот видите они уже сверху прям так затянулись теперь аккуратненько будете их переворачивать свет не сильно зажариваем а там смотрите сами как вам нравится под крышечкой они проходят хорошенько парком будут готовые и такие вот видите вкусненькие накрываю крышечкой накрываю крышечкой готовим еще 3-4 минуты под крышкой снимаем и так сделаю всю и вам покажу потом ждем итак дорогие мои смотрите какое блюдо вкуснейшего завтрака ужина перекусом у нас получилось вкусные не могу передать аромат и чесночок все это класс мы уже пробовали Коля шо ты молчишь ты же пробовал ну че я же тебя уже похвалил не молчал заметь ты же на людях похвалишь что ж ты похвалил их никто не слышал что это вкусно вкусно да значит смотрите сейчас я аккуратненько переложу их на это блюдо потому что они на салфеточке чтобы лишний жир впитали особенно нижний и потом потом по моему его и нету ну чуть-чуть есть конечно они жарились а я пока любая надо колдовать я вам расскажу немножко позитива может не совсем по теме ну я думаю интересно предоперационная палата лежит мужик стук дверь да войдите заходит медсестра за собой каталку тащит подходит к нему и говорит больной у вас сегодня операция по удалению аппендикса сдергивает с него одеяло штаны снимает опускает берет с каталки бритвенные принадлежности ну все как поводится при такой операции все ему выбривает дезинфицирует дезинфицирует опять ему штаны одевает укрывает одеялом все больной готовьтесь и ухали уходит уже в дверях ошарашенному мужику возвращается дар речи это можно вопрос да конечно она фига вы стучались для приличия это воспитание а мне между прочим в жизни это анекдот а в жизни у меня был похожий случай но это как-то расскажу в другой раз единственное что все побрыли все это самое только операцию так не аппендиксы не вырезали не всегда что плохо заканчивалось смотрите вот такая красота получи ты убежал на нас больницы почти смотрите вот такая красота получилась а что ты говоришь наверно ты что-то не при тебе было все тихо все возвращаемся к котлетам смотрите хотела посчитать на поле не дал со своим анекдотом потому но скажу сразу что много видите сколько не знаю но больше двудесятка ну что теперь я попробую покажу я должна показать же какими они у меня сметанка вот есть я возьму самый нижненький хотя он будет самый горяченький теперь отрываем голову вот они мягкие опять же видите такие вот скажу вам так как я уже говорила ломаются потому они значит не будут такие знаете как вязкие такие я очень-очень вкусный отламывается да ты хоть магню сметану ты же приговариваю привет я не могу я же глотаю и горячо вот до чего я жертвы как я на жертвы хочу заметить что вкусная как в горячем так и в холодном виде это прекрасно прекрасный будет завтрак прекрасный будет ужин с салатиком гарнизу да уже не нужно тут есть и капусточка просто можно салатик а уж ночной перекус это будет просто бомба это тогда когда кому захочется это очень вкусно знаете так как сейчас жара то больше не очень хочется вы можете мужу у кого мужа работает на работу завернуть положить тоже вкусненько будет во первых не надо не разогревать ничего потому что оно именно и холодное и невкусное поэтому пожалуйста кому понравились готовьте заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии мы с удовольствием ответим а самое главное будьте все здоровы и счастливы мирного и вами нам и всему миру неба мы вас обнимаем и ждем и до свидания